всем привет это наша эпизодическая внедорожная рубрика дрон без монтажа это хавейла 6 фрикционный шин yokogama 75g насколько помню мы вот здесь на кассадине на песочке все делаем без монтажа работают одно время у нас две камеры не мы их не останавливаем но вода камера в дроне другая здесь закреплен в панораме давайте выставим наверное какой-то режим который будет ну пусть снег и просто чуть-чуть покуражимся ни в коем случае это не последняя инстанция апеллирующая к тому насколько хорош это кроссовер мы просто посмотрим что он может слушай ну и сейчас конечно хочется здесь чуть-чуть ходом слышать потому что слушай дают я думал будет намного хуже почему неужели настолько хороший шин или что успеваешь ну давайте дальше чуть-чуть прокатимся то есть вот минус да сразу сказать что стоит здесь очень короткоходная подвеска если вы вот так уж захотите там чуть-чуть ходу преподать начнутся такие отбойные моменты которых не хочется не слушать не мучить подвеску поэтому на этой машине если вот куда-то там за город где-то вне асфальта катнуться ну вот мы собственно горе слышали короткоходность этой подвески воочию поэтому на этой машине ну неспешно передвигайтесь здесь нету никакого управления полным приводом да то есть типа блокировка центра или отсечь в принципе задний привод чтобы был только моноприводная машина здесь в автоматика делать все сама и это мне не нравится я об этом много раз говорил но что есть то есть по крайней мере мы сейчас едем нигде не застряли наша цель вон то деревца это такая вот такая плюс-минус пологая горка есть на которой мы можем немного залезть на нее или не залезть посмотрим мы просто тут не были в период когда вот все уже заснежено я вообще это вообще та дорога это другой не вижу особо но она как-то сузилась как-то тут не весело все пока гребет вообще на самом деле сейчас сколько едем даже ни разу я не прочувствовал что как-то буксовал автомобиль я не выключал не деактивировал систему стабилизации вот в режиме снег идем сейчас давайте посмотрим залезем ли мы вот сюда сразу предупреждаю ребят выглядит это намного все сложнее чем вы видите с дрона просто потому что так работает картинка чтобы было более-менее все также надо чтобы дрон летел вот полметра до над землей что не очень охота делать в силу того что нам дрон еще дорог вообще никаких проблем давай сейчас мы выезжаем наши горочки посмотрим как это все выглядит на всякий случай сигналит у часто спортсмены джипперы тренируются катаются не хотелось бы встретиться так вот сейчас мы спустимся и в разных режимах там несколько раз попытаемся подняться тут мне не какая-то ужасная внедорожная секция да поэтому сразу сразу же прошу извините чуть-чуть просто вы выехали такой на смесь снега и песка мы не искали каких-то злостных участков что для многих вот это и есть злой участок для владельцев но кроссоверов давай медленно поедем на тяжечку посмотрим встанем и что будет происходить сбоку смешно так сужака хорошо идет слушай мне это напоминает логику ну какого-то или премиального автомобиля от микс драйв вот первое поколение с драйва нравились как работали на бмв или прям сумаря 2 она сейчас чё-то где-то я вот так чук 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 где-то небольшая прокрутка колеса пошла и подключила незаметная такое я бы назвал английским языком называется джентл то есть так вот правильно и ненавязчиво сработал полный привод интересно давайте попробуем дальше в каком же режиме сейчас нам поехать давай попробуем в режиме сейчас посмотрим какие режимы тут есть мы сейчас снегу давай попробуем песочек наверное графика обалденно здесь нам это по джолю напомним так давай выйдем нас пожалуйста давай попробуй песочек а потом еще есть оффроуд вау так все так двигаемся в режиме д все правильно возьмем соответственно немного другую теперь полосность то есть двинемся чуть-чуть с нашей с наших следов слушай китайцы начали правильно прописывать алгоритм работу я в натяг еду алгоритмы работы полного привода вот the fuck песочек то есть вы поняли да почему это пробуксовка сейчас была она позволяет на песке чуть-чуть буксануть чуть-чуть под накопать чтобы перед колесом чуть более твердое было спрессованы песочки так можно сказать это так одно изменение да и потом проехать окей что тогда оффроуд означает нам бы тут самим не упасть такой кассобокий склончик сейчас вот of road мы включили фух добр его интересно и потом задним ходом и наверное все так давай теперь колейку возьмем чуть правее я посмотрю что же означает оффроуд это я прямо становился я просто интересно что будет да ну слушай неужели такой цепки снег не понимаю что мы на песке тут вы давно уже урыли да нет просто пух просто пух ладно базаров нет я бы сказал так здесь надо осторожнее потому что всегда на каком-то участке который кажется очень простым всегда очень легко перевернуться даже вот на вот такой детской площадке можно уши словить давай задним ходом я не знаю что я не знаю что мне еще приду причем в натяжечку поедем тоже девятнадцатый колеса новая когаму базаров нет у него протектора ого-го уважаю пацаны вот мы встали чувствую как дрожит мотор вот мы поехали давай сейчас еще раз мы встали поехали так то это чё за коряга там а я интересно здесь буду видеть вообще как что про буксовки идут мари китайцы прописали правильный алгоритм работы полного привода ну то есть вы понимаете эффективный алгоритм потому что мы на простой фрикционке это не какая-то грунтозацепная шина она едет вообще я вот сейчас газку просто дал до этого она и и без газа ехала прекрасно то есть чуть-чуть добавлял ну что я считаю если вам нравится эта рубрика мы будем первых продолжать во вторых ну тут локации очень много более сложных чем это понятное дело пока у нас все автомобили что-то где-то застревал да да в основном газку подал проезжал мы в нейтрали вода понимаете что это вот хрусталь хрустальный шар счастья разных режимов трансмиссии вот тут промахнул я попал в нейтрал очку ну давай чтобы для может для кадров как симпатично может будет а Субтитры сделал DimaTorzok